Всем привет, ребята! Меня зовут Алиса, вот это моя любимая сестра Лиза. Всем привет! И как вы поняли, по нашей одежде сегодня... Челлендж по цветам. Сегодня будет челлендж по цветам. Лиза будет дарить мне розовые подарки, а я буду дарить ей синие подарки. И все это из фикс прайса, если что. Да, так как вы любите обмен подарками из фикс прайса, давайте залайкаем это видео, ставьте лайк на удачу, потому что лайк на удачу дает удачу всю неделю. А если еще подпишешься на канал и нажмешь колокольчик, чтобы получать все уведомления, ты будешь самым счастливым человеком весь месяц. А то и больше. Возможно, даже айфон 12 подарит. Мы уже с Алисой объехали все их фикс прайсы, просто чтобы находить какие-то разные подарки. Поэтому давайте уже начнем. Давай покажем пакеты. Потому что было очень странно прятать подарки, чтобы Лиза не спалила. Огромное. Вот мой. Очень много всего. Так, я уже вижу что-то. Так. Ну, давай ты первая. Я так придумала. Без каменной ножки бумага. Держи. Подушечка. Ну, она не... Ну, хотя розовая засчитана. Блин. Какая классная подушка корова. Это корова. У меня ни одной подушки, кстати, нет для декора на диванчике. Даже спасибо, сестра. Мне она очень нравится. Ценник-ценник убираем. Так, ну, блин, это фикс. Какая там цена? 99 или 199? 119. Ну, блин, для такой подушки 200 рублей это топ. Сейчас я тебе дам что-то взамен. Давай, давай. Блин, нет, нет, нет. Давай, давай. Ого, теперь, короче, и Алиса будет в тапочках ходить, которые я и когда-то подарила. Они похожи на кроксы, скажи. Да, смотрите, кроксы. Короче, будем модные. А если в пятерочку так пойти? Тут написано размер 39, но они реально на 36-37. Как ты думаешь, если в пятерочку под носочки их надеть и пойти за хлебом? Ну, ты будешь модный, стильный, молодежный. Огородник. Короче, теперь я дарю? Да, давай. И раз, два, три. Ты пока мне одна даришь. Ой, что это такое? Это декор? Нет, это не так делается, потому что у нас сейчас упадет и разобнется. Ого, это было очень страшно, ребят. Ну все, я считаю, это можно поставить на полочку в качестве декора, поэтому мне это понравилось. Я еле донесла, ребят. Я даже не знаю, что мне сделать. Так, давай, Лиза. Если что, на фоне ремонтной работы пошли, если вы можете слушать. Не пугайтесь, ребят, просто это нереально выждать. У нас тут долбят стены. Держи, сестра. Вот, вот, вот. Подождите, Алиса знает, что я хотела в беременной 16, она мне подарила беременную куклу. Ну, ребята, кукла с животом внутри. Давай ее распакуем. Конечно. Ты просто хотела Барби купить. А тут я нашла беременную Барби, как бы норм, да? Так, подождите, извините, что так получается, но... Аккуратнее распаковывай. Я не могу, я хочу уже ее открыть. Нет, сейчас я тебе помогу. Давай. Красивенько открываем. Ой, ну это зачетный подарок, если честно. Вообще, беременная кукла? Я в детстве всегда мечтала о беременной кукле. Так, все, давай, убирай свои ручки. Все, держи. Смотрите, вот такая кукла. Ну, хочу сказать, она синяя же, комбия с джинсовой зимней, поэтому норм. Живот, просто тупо живот. Офигеть. Сейчас я ее достану, ребята, терпение, терпение. Короче, у нее офигенные, кстати, волосы, качество волос неплохое. Хотя обычно дешевые куклы, они ужасные, но это классно. Блин, живот реально есть? Есть живот. Давай посмотреть. А как внутри он как-то снимается или нет? Я не знаю, но тут прям как живот сделано. А если оттуда можно ребенка достать? Да нет, вряд ли. Он как накладной. Да, там внутри ребенок, ребята. Что? Сейчас я вам покажу. А ну покажи. Реально, там ребенок, ребята, она нарисована с ребенком. Так, смотрите, смотрите. Нас не забанит YouTube? Офигеть, смотрите, какой маленький, вообще просто. Это такая милота, блин. Это очень странно выглядит, да? Кукла за 200 рублей, такая офигенная. Откуда ты знаешь? А, хотела спросить, откуда ты знаешь, что она стоит 200? Ну, цены фикс-прайс всегда палят. Ребята, покупайте, идите своим сестрам или даже себе, потому что это хорошая цена и качество супер. Мне нравится. А это лежанка для ребенка? Да. Я думаю, для собачки. Блин, какая милота. Блин, это так странно выглядит. Нет, я оставляю это себе. Ладно, давай. Я думаю, Барби, я тебя удивила. Попробуем, чем ты удивишь меня. Живот обратно вставили. Раз, два, три. Держи. Это наушники зимние с короной. Нормально так. Это чтобы твои уши зимой не мерзли. Не идет? Блин, очень красиво. Я раньше так любила такие наушники. Блин, я вас не слышу, ребят. Я помню, когда была мода, ребята. Помните? Блин, они такие классные, реально. Спасибо, Лиза. Ты меня бесишь, я не знаю. Она дарит все такое милое и классное, как я люблю. И я теперь знаю, что ей выбрать. Давай, не смотри. Раз, два, три. Ой, смотрите. Я, кстати, смотрела на эту штучку. Я хотела Алисе точно такое же купить, но розового цвета не было. Короче, это такая милая игрушка. Антистресс. Если у вас стресс, вы нервничаете. Вот так делаете. Просто смотрите. Рисуйте тут, что хотите. Вообще такая милота. Можно на декор поставить. Если что, он стоил 199 рублей. Мне кажется, наоборот, в таких челленджах нужно полить цены, чтобы люди видели, типа, что стоит брать, что нет. Тем более фиксы есть у всех. О, я буду брать у тебя. Блин, офигенный, скажи. Когда видео не набирают просмотры, буду сидеть вот так вот и тереть. Теперь я тебе даю? Да, давай, давай, я жду. Еще много подарков. Я не смотрю, если что. Не смотрю. Раз, два, три. Это свечащаяся бабочка. У нас таких на фоне, вы видите. Сколько уже мне скоро нужно будет дарить батарейки, потому что на них не напасешься. Вот так она выглядит. В принципе, мне кажется, даже можно не открывать. А, она тут с батарейками или без? Кстати, почему в фикс прайсе делает именно не 200 рублей, а 199? Ну, это такой приемчик, чтобы лучше покупать. Типа, и не 200, но 100, ну, соточка, значит, дешевле. Короче. А, ну, все. Открыла. Давайте посмотрим, есть ли тут батарейки. А их тут нет. Ну, короче, ребят, мы поставим это на полочку. Смотрите, все штучки, которые у меня на заднем плане, это из фикса. Поэтому Лиза 100% угадала. Меня это даже немного бесит, потому что хочется ее тоже удивить, но синих вещей в моем фикс прайсе было не так много. Ну, знаешь, ты меня очень удивляешь, особенно этой куклой, ребята. Я в восторге. Так, готова? Да. Вы готовы? Да. Держи. Что? Что это за набор для ребенка? Смотрите, какой ребенок нарисован маленький. И на меня теперь посмотрите, на кобылу такую ладу. Ты же тоже ребенок. Открываем. Это такие пузырьки, которые даже дуть не нужно, а нажимаем кнопочку. Открыванька. Открыванька. Ой, стоп, подожди, вставляем. Ой, 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 ой. Вставляем. Я уже мастер таких штук. Да? Как она? Говорит, что я не ребенок и просто на раз-два обходится с этими пузырями. Вот мне это нравится. Я только недавно выросла, не надо тут. Так, упаковку выбрасываем. Я недавно еще была ребенком. Смотрите, сюда вставляем. Они не работают. Па-бам! Где пузыри? Это невидимые пузыри? А почему они не работают? Стоп. Блин, ну бракованное подсунули? Возможно. Короче, ребятки, мы вставили батарейки и теперь смотрим на результат. Сейчас. А-а-а, просто! Класс! Офигеть! Я реально счастлива, ребята. Ну, если честно, этот звук напрягает. О, спасибо за подарок. Знаете, чисто из-за этого звука мне не хочется эту хрень включать, потому что неприятный звук вообще. Можно как-то вырубить этот звук и просто пузырьки попускать? Все-все-все, переходим к другому. Все, хватит, ладно. Видно, что Лизе понравился мой подарок. Переходим. А, теперь ты мне даришь, дорогуша. Давайте, давайте. Я готова принимать. Что же тебе подарить? Я даже не знаю. Мы с коровой готовы. Ты про себя? Держи. Что это такое? Сейчас поколодало, и как бы ты мерзнешь часто. Это лосины? Да. Ого, лосинчики за 200 рублей. А, они не с начесом, они просто бархатные или велюровые. Мне кажется, они прям такие очень теплые. Да, ну размер такой неплохой. Ну, если честно, это в детском отделе я взяла. Размер 128, класс. Для роста 128. Ну, блин, они такие немаленькие, я вам скажу, растягиваются, поэтому лосинчики топ. Я думаю, так как это лосины, они на нее налезут 100%, но, возможно, будут в ногах, ну, слишком короткие. Ну, будут, как, знаете, шорты почти. Ну, ладно, хорошо, хорошо, я оценила. Давай, давай, мой подарок. Идем дальше. Та-дам! Что это такое? Ну, это простая, но очень полезная, но ты видишь, что это блокнот. А, это блокнот 200 рублей, кстати, ребят. Он с мехом, как бы, дорого, все дорого. Дорого-богато? Смотрите, тут какой-то маяк нарисован, маяк, смотрите. Ну, блин, он же классный, ребят, напишите. Очень приятный. Мех такой качественный. Единственное, что мне не нравится, ну, не очень нравится, это листы. Хотелось бы что-то, хотя бы альбомные. А сам блокнот просто такой классный. Например, на уроке, знаете, как можно засыпать, вот так мягенько вообще. Ой, реально, кстати, вырубился, и все. Ой, спасибо, реально очень крутой блокнот. Поэтому давай посмотрим, как ты реабилитируешься, и теперь с тебя розовый подарочек. Что-то, мне кажется, ты мне получше подарки даришь, если честно. А мне кажется, что Лиза получше. Ребят, напишите, за кого вы голосуете, и мы вас будем лайкать. Пишите честно, как бы никто не обидится, мне просто интересно. Раз, два, три. Держи. О, спа перчатки ультра увлажняющие. А, это типа перчатки, все понятно. Здесь, как маска для лица, только перчатка, ты туда ручки засовываешь, и они увлажненные. Так как зимой скоро будет зима, и руки будут сухие от холода. Я Алисе специально купила такую перчатку. 200 рублей, между прочим. Лезем в секретный пакет, и смотрим, что же там. Та-да-да-да. Так, у меня сегодня какие-то игрушки. Схема сборки куклы. Подождите, там внутри кукла, я так поняла, яйцо какое-то, а внутри кукла. Что-то типа Лола, но подешевле. А вдруг не подешевле? Ну, хотя в фиксе все стоит максимум 189, поэтому не придумай, что она дороже. Алис, помогай. Давай, сестра. Ребятушки, открываем. Ой, блин, сюрприз, что это такое? Дельцо открытое уже было, она должна была сделать вот так, сюрприз. Так, подождите, там нужно нам нашу куклу по частям собирать. Если честно, крипово выглядит, потому что, смотрите, рука, туловище, жопа сейчас отвалится какая-то. Это жопа? Не знаю, что это, но вот башка куклы, дальше мы собираем туловище, вот, я так думаю. А это что такое? А, это руки, руки, руки. А ноги где? А, она без ног, сэкономили. Ну, знаете, если честно, если бы с ногами было, было бы намного лучше. Вот сюда давай, ставь ее. Ну, качество, кстати, куклы хорошее, я вам хочу сказать, смотрите. В принципе, я бы даже собрала всю коллекцию, потому что выглядит очень даже неплохо. Ну, это можно на фон ставить, смотрите, вот типа. Как лоу. Очень даже неплохая куколка, и, кстати, качество реально не пластмасса, а такая резиновая кукла, детали не отпадают, поэтому спасибо огромное. И, по-моему, соточку она стоила, 99, поэтому за такую цену, мне кажется, норм. Да, вообще. Но, блин, тут целая... О, почему Барби? Голая немножко. Где-то, ё-о-о-о. Все, все, все. Плюс контент. Все, 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 прячем живот. Что, я тебе дарю? Да, 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 я жду. Блин, мне понравилась лизина Барби, надо отмучить ее. Ладно, мы не смотрим с коровой. Раз, два, три. Расческа типа тангл тизер. Никогда не видела, кстати, такие фикси. 149 рублей, кто-то опять цену не убрал. Так я специально... На самом деле, да, я шучу, цены не надо убирать, типа. Пусть все видят, сколько что стоит. И стоит ли такое дарить и покупать. Так, так, так. Сейчас мы ее распакуем. Ребята, не знаю, как расчесывает, но она как бы розовая, розовая. Здесь не придраться. Можно я попробую расчесаться? Ну, давай. Короче, качество нормальное. Ну, сильно жестковатое, но, знаете, за 150 рублей еще выпендриваться там что-то. 149. Ну, расчесывает не очень хорошо. Смотрите, мои концы даже не хочется расчесать. А, ну, дай я проверю. По-моему, класс. Нормально? Ну, так. Жесткая, да, сильно? Я просто привыкла к танглу тизер. Она такая, у нее зубчики такие жесткие. Так, так, так. Но, блин, дизайн классный. И за 149 рублей это реально топ. Давай мой подарочек. Вот решечка. На базу, давай. Подарок на базу. Так, хорошо. Секретный. Достаю секретный пакет. Хочу себе уже захапать что-то. Та-дам! Что? Смотрите, я всегда хотела себе такую подушечку, потому что, когда мы где-то в машине, в самолете, неудобно спать совершенно, а потом болит шея. И Алиса мне купила такую подушку, которая вот так вот, знаете, надувается. Вот же, на рисунке показано. Подождите. А, она сама надувается? Ой, ребята, еще можно ее брать с собой, кстати, в бассейн, потому что она как надувной труб какой-то, ну, или что-то типа такого. Короче, очень полезная, удобная вещь. Все, хватит. Ну, короче, вы поняли процесс, это потом на шею одевается Лизе. Да, Лизе, именно мне. У нее нет подушки, поэтому я ее вместо подушки купила. Ладно, давайте розовую дарите мне. Давай. А, я дарю? Да. Я уже хочу себе побольше подожечку. Не смотрю. Сколько можно? Раз, два, три, смотри. Я уже увидела вот это и подумала, это же не розовая. Так, это подсвечник у нас получается, класс. И к ней розовая свечка. Смотрите, как он офигенно выглядит, его можно использовать просто везде. Ароматическая свеча, которая пахнет цветущим садом. Она реально пахнет, понюхай. Что смешного? Я не послушала. Цветущим садом. Садом. Цветущим. Да. Так, сейчас идем, идем открывать. Куда ты идешь там? Я хочу уже быстрее это открыть. Блин, фикси так стали хорошо упаковывать. Все, наверное, чтобы люди не трогали. А, подождите, колпак, сам подсвечник. Ого, ребят, слушайте, ну сколько он стоил? Двести. Двести рублей, вот это, мне кажется, топ. Блин, очень красиво. И опять же, можно красиво поставить на задний фон. И будет у нас пахнет в комнате. Прикиньте, будем снимать видео. Да, это будет цветущим садом пахнет. Ну, смотрится не дешево. Блин, Лиза, я не знаю, ты меня сегодня задарила какими-то дорогими подарками. Я бы даже не казала, что такое есть в фикси. Даже вот эта статуэтка, или как ее назвать, смотрится, но не дешево. Как будто из икеи, да, какой-то? Да. И наушники. Что, у тебя есть еще для меня подарок? Есть! Но я не знаю, что дарить. Та-дам! Так, это что-то корейское, сразу вижу. Жидкие патчи? Жидкие? Это как? Я не знаю, как это, но может это как крем под глаза? Как, смотрите, они реально там жидкое, что-то как, знаете, как желешка какая-то. Давайте выдавим, ну, чисто ради интереса, вам показать и сказать, стоит ли это. Ой, ой, ребят, смотрите. Как соплика какая-то. Просто как сопли какие-то, но прям очень холодные. А может это лучше хранить в холодильнике, и потом вот так вот... Оно прям очень холодное, я не знаю, как я теперь с мокрой буду рукой. Ну ладно. А, оно впитывается, может, по цене. Очень крутые, я думаю, покупайте, но я обязательно их протестирую, точнее. Протестируем вместе. Сколько это стоило? Блин, по-моему, 100. 99 рублей. 199? 99. А, 99? За такую цену смело покупать. Посмотрим, чем ты меня сможешь удивить. Есть еще подарочки? Нет уже. Нету? Так, подождите, у меня есть еще один подарок. А у меня нету, Алис. А, подождите, у меня завалялся один подарок для тебя. Ох, и сестра. Давай, я тогда свой отложу. Вот, смотрите. Раз, два, три. А я уже увидела. А ты уже увидела. Чехол для аирподсов. Какой он? Розовый. Ой, розовый класс. Такого никогда Фикси не видела. Где мои аирподсы? Не знаю, где-то завалялись. Ну ладно, ребята, не где-то завалялись. Вот как выглядит. Мне кажется, кейс за такую цену супер. Главное, что есть эта штучка, ее можно цеплять себе на джинсы спокойно. Да, ну короче, классно. На Алике, мне кажется, по такой цене можно купить, а Фикси ждать не надо. А у тебя еще есть подарки? У меня еще есть подарочек, тоже такого плана, пожалуйста. Так, ой, я что-то мокрое влезла. Светильник. Светильник. Что это? Светильник. Увидела, что синяя, и решила купить, когда что это, ребята. А как его светить? Не знаю, ты же боишься, может, спать ночью. Ночник тебе такой. Ща, у меня тут есть комплект. Короче, три мизинчиковые батарейки. Мне кажется, это ночничок. Чтобы ребенок не боялся спать. Да, ребенок же боится в туалет ночью ходить. Насматриваются ужасы. Теперь буду вот так ходить в туалет. Вот так светить просто везде. Ну, светит он классно. Полиция зайду в комнату, посвечу ей. Короче, и можно тиктоки спокойно снимать. Очень-очень ярко. У меня аж глаза болят. Смотрите. Можно регулировать. Вот яркость, неяркость. Вообще суперская вещь. И так как я посчитала, что у меня какие-то слишком простые подарки, я решила еще тебе такое яйцо подарить. Еще? Да. Офигеть. Обожаю всякие яички, всякие вот, всякие штучки, короче. Это буба-мармелад какой-то, игрушка внутри. Короче, я уже думаю, может, собирать коллекцию. Как ты думаешь, всяких этих штучек? Ну, у нас уже и так на заднем плане коллекция. Просто в фикс-прайсе много разных яичек, и мне хочется их собирать. Они намного дешевле, чем киндеры стоят, и интереснее. Короче, внутри был вот такой вот крыска из какого-то мультика. Ну, давайте крыску посмотрим. Это буба, смотрите. Это из мультика Буба. Я такой не смотрела. Я тоже не смотрела. Вот он. Ой, давайте вот так поставим. Я не знаю, сфокусируется ли на нем, но там такой подарок. Внутри. Короче, вот такая вот крыска. А внутри еще были желешки. Смотри. Бери, угощайтесь. Спасибо, сестра, поделилась. Сколько стоило яйцо? Обратите внимание, эта крыска реально синяя. Я не помню, сколько стоило яйцо. Короче, крутые яйца. Крутое все, просто Барби. Я сейчас на восторге. Еще и подкрепилась сейчас. Ребят, если мы наберем 35 тысяч лайков под этим видео, сразу выйдет вторая часть. Обмен подарками из фикс-прайс по цветам. И да, голосуйте, чьи подарки вам понравились больше? Те, которые дарила мне розовая Лиза. Вот они все лежат. Или синие, которые я дарила Лизе я. А мне кажется, и синие, и розовое классные. Потому что везде есть что-то интересное. Ну, пусть ребята проголосуют. Мне просто интересно мнение наших зрителей. Угощайтесь желешками, мои любимые зрители. Кушайте вместе с нами. И ставьте лайк. И всем пока. И мы вас очень сильно любим. Увидимся с вами очень скоро. Пока-пока.